Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1. Телефон 75 15 85. Информационная картина дня в программе «Наше время». Я Александр Ефанов. Здравствуйте. И вначале транспортный коллапс в Бузулуке. Сегодня тысячи горожан опоздали на работу, потому как попросту не смогли сесть в автобус. Очень злая, на работу опаздываю. Сейчас уже стоим где-то примерно. Никак не можем уехать, нет газели, сказали. На четыре маршрута перевозчики не вышли вовсе, на остальных серьёзно сократили количество машин. Причина автобусного демарша – городская реформа транспортного хозяйства. Власти Бузулука решили изменить привычные маршруты, а частные перевозчики эту идею восприняли в штыки. Чтобы как-то решить проблему, администрация Бузулука сегодня выпустила на линию городские машины и даже привлекла к перевозкам людей-таксистов. Как чиновники и предприниматели будут договариваться и смогут ли завтра горожане спокойно передвигаться по Бузулуку, пока не ясно. Ну а тем временем в истории с дальнобойщиками, возможно, наметилась финальная точка. Правда, после вмешательства президента. Штрафы за неуплату сборов в Платон будут снижены в 90 раз. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Об этом сообщают РИА Новости. Изначально были введены штрафы в 450 тысяч рублей. Однако президент одобрил поправки, которые устанавливают штраф за неуплату сборов с большегрузов в 5 тысяч и за повторное нарушение в 10 тысяч рублей. Поправки также вносятся в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Так, для движения по федеральным трассам большегрузы должны заплатить сбор для возмещения вреда дорогам. Напомню, поводом для пересмотра суммы штрафов стала всероссийская акция протеста дальнобойщиков, которые выступают против введения системы Платон. Их акция протеста в Оренбурге на загородном шоссе продлилась 16 дней. Ну и накануне оренбургские дальнобойщики заявили о создании Союза грузоперевозчиков Оренбуржья. Такое решение было принято на специальном собрании. Полсотни водителей единогласно поддержали эту идею. Добавлю, независимые профсоюзы были созданы в регионах России после акции протестов против введения системы Платон. Чем займется новая структура, сегодня мы спросили у лидера оренбургских грузоперевозчиков Алексея Губанцова. Будем оказывать водителям, участникам этого союза правовую и социальную поддержку во всех отношениях. И плюс хотим создавать на базе этого союза логистическую компанию, в которой участники этого союза будут работать, чтобы исключить счет этого обеспечера, который основную массу денег забирает на себя. Вместо ремонта – растрата. Пывший директор Оренбургского завода «Инвертор» похитил у своего же предприятия больше 23 миллионов рублей. В сентябре Дежинский суд вынес Андрею Радчину обвинительный приговор, однако он с ним не согласился и подал апелляцию. Детали преступной схемы у Виталия Сапожникова. Если вкратце, то в 2008 году, будучи генеральным директором завода «Инвертор», Андрей Радчин перевел 23 миллиона рублей на счета двух фирм, которые обязались отремонтировать на предприятии кровлю и прокинуть кабель. Деньги ушли, работы выполнены не были. Как позже выяснилось, заключенные договоры были фиктивными. Свидетели Дмитриев и Сиротки показали, что Радчин неоднократно просил подписать фиктивные акты выполненных работ, якобы присведенных ООО «Спецстроймонтаж» и ООО «Искалибур» на ООО «Завод инвертор». Сейчас Андрей Радчин находится в СИЗО. В сентябре Дзержинский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Подсудимый подал на апелляцию и сегодня уже в областном суде по видеосвязи в очередной раз доказывал свою невиновность. Адвокат Радчин объяснял, 7 лет назад завод «Инвертор» принадлежал московскому холдингу и промышленное решение. Вся финансовая деятельность предприятия строго контролировалась сверху и увезти 23 миллиона было просто нереально. Руководитель предприятия, а именно с 29 января 2008 года в должность генерального директора вступил мой подзащитный Радчин Андрей Владимирович, находился в системе, которая не позволяла просто так взять и совершить действия, которые выходили явно за рамки разумного, или же произвести платежи или заключить сделки, и это бы осталось без внимания и без контроля. Кроме того, экс-директор «Инвертор» в своем последнем слове раскритиковал суд первой инстанции, назвав его необъективным. «Показания свидетелей, которые говорили, скажем так, в пользу защиты, в пользу меня, полностью инновировались, а, скажем так, свидетельские показания, не знаю, там, токарей, там, электриков, которые меня относят к большим уважениям, на которые понятия не имеют о том, что происходило на заводе, значит, эти показания не имеют вес». Впрочем, у обвинения материалов нашлось больше и оказались они повесомее. «Все доказательства по данному уголовному делу, в том числе вышеуказанные, но и полученные в соответствии с требованиями уголовно-форсуального закона и обоснованно призваны судом допустимым доказательством». В итоге доводы Андрея Радчина и его защитника суд второй инстанции не нашел достаточно убедительными. Ближайшие пять лет Радчин проведет в местах не столь отдаленных. «Отбывание, лишение свободы Радчину Андрею Владимировичу назначить в исправительной колонии общего режима. В остальной части этот приговор оставить без изменений». Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время. Но еще о происшествиях. В Кваркинском районе Лада Калина провалилась под лед. Инцидент произошел в заливе Чилижный на Ириклинском водохранилище. В момент ЧП в машине находились двое – водитель и пассажир. При помощи лебедок спасатели извлекли автомобиль и отбуксировали его на берег. Одному из мужчин понадобилась помощь медиков. Я напомню, это уже вторая жертва тонкого льда. 2 декабря также в Кваркинском районе у села Покровка под лед ушел Рено Дастер. Вместо зарубежного российское полпредпрезидента в ПФО Михаил Бабич провел совещание с руководителями предприятий, которые готовы выпускать необходимую для страны продукцию. На какую поддержку смогут рассчитывать местные производители? Вопросы импортозамещения изучил Юрий Мишенин. Разобраться, каким образом выполняется у нас одна из задач, поставленных президентом Российской Федерации. В частности, перевод нашей промышленности, нашего агропромышленного комплекса на импортозамещение. Министерством промышленности и торговли России утверждены 20 отраслевых планов по импортозамещению, в которые вошли около 2000 проектов. Часть из них находится в Приволжском федеральном округе и в Оренбурге в том числе. В практике импортозамещения мы ориентируемся на традиционно сильные отрасли экономики Оренбургии, машиностроительные комплексы и сельское хозяйство. Сегодня ряд оренбургских предприятий машиностроения ведет активную работу по импортозамещению, выпуску конкретно способной и, главное, востребованной на рынке продукции. Один из примеров – завод бурового оборудования. С успехом начал производство мобильных установок. Их раньше завозили из-за границы, теперь делают в Оренбурге. И спрос на такую продукцию довольно большой. Еще пример – завод по производству сухих строительных смесей из местного сырья начал работу в Беляевском районе. Теперь эту продукцию тоже нет необходимости закупать из-за пределов страны. Есть успехи и в сельском хозяйстве. Сегодня в регионе реализуется более 20 значимых инвестиционных импортозамещающих проектов. Но есть и серьезные проблемы. Целый ряд предприятий при подготовке к совещанию выразил свое отношение к этому вопросу тем, что не понимают, где находятся их заявки, допустим, при подаче фонд поддержки промышленности. Не понимают, по каким принципам и критериям идет рассмотрение. Значит, понятно, что общая проблема для страны, для экономики – высокие кредитные ставки, низкая доступность кредитных ресурсов. Мы понимаем, что есть определенные проблемы со сбытом продукции в силу снижения потребительских возможностей населения, как юридических, так и физических лиц. Но это все обусловлено современной ситуацией в экономике, которую мы с вами, надеюсь, хорошо понимаем. Подобные встречи как раз и направлены на то, чтобы услышать вопросы и предложения промышленников и попытаться их решить. Федеральным и областным властям необходимо синхронизировать усилия, чтобы убрать барьеры для производителей, максимально сократить время от подачи заявки до выпуска готовой продукции. Будет возможность и для меня, и для Министерства промышленности и торговли, соответственно, для губернатора области, понять, где, чем мы можем вам помочь. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время. Местному самоуправлению не хватает средств. Муниципальные проблемы сегодня подняли на высший уровень. В рамках своего визита в Оренбург Михаил Бабич провел специальное совещание, где обсудили проблемы территории. По мнению Полпреда, основной вопрос финансовой полномочий у местной власти теперь достаточно, а вот денег не хватает. Так, в Орске назрел дефицит врачей. И заманить медиков не получается. В первую очередь, что надо решить? Жилищную проблему. Я всегда на всех уровнях говорил. Мы сегодня не строим муниципальное жилье. У нас даже, не дай бог, что-то случится, переселить некуда. Для того, чтобы наполнить бюджеты территорий, нужно перераспределять налоговые и неналоговые доходы. Муниципалов услышали, и без внимания их проблемы не останутся. Так, по итогам одного из таких совещаний с мест была озвучена 21 инициатива, и 14 из них нашли отражение в федеральном законодательстве. Такое совместное заседание, когда непосредственно люди с мест, руководители сельских советов, районных, районная звена, областного, регионального и так далее, когда они обмениваются информацией, у кого что мешает, в результате рождаются те предложения, которые необходимо исправлять. В Оренбурге стало больше безработных. Их количество увеличилось на 26%. Такую статистику на днях обнародовал областной Минтруд. Вакансии пока есть, но хватит ли их на всех, и какие профессии востребованы в кризис? Правила рекрутинга у Екатерины Волковой. Пока ничего, первый раз. В центре занятости Алексей впервые решил подыскать более прибыльное рабочее место, и желательно по своей профессии. Он разнорабочий. Сегодняшнюю зарплату мужчина уже не устраивает, потому как получает 20 тысяч рублей. Хватает, но... Хорошо, побольше так вот. Вместе с простыми рабочими в поисках вакансий есть и весьма квалифицированные специалисты. У некоторых аж по три красных диплома. Но вот устроиться не удается. Особенно это касается управленцев. Впрочем, и спрос сегодня выше предложений. На 14 тысяч безработных только 9 тысяч вакансий. Эксперты объясняют это тем, что на дворе кризис. Предприятия начали минимизировать расходы. Идет уменьшение заработных плат, отмена премий, сокращение работников. Первое предприятие Сбербанк сокращает. МЧС в два раза сокращает желаемое. Хотя здесь людей мы не потеряем, поскольку это будет переводиться в другую структуру. Но это все болезненно. Сокращение, по словам министра, наблюдается на предприятиях обрабатывающего производства. Тяжело сейчас с работы и на селе. Сказывается сезонность. Тем не менее, ситуацию на Оренбургском рынке труда ведомстве не считают критической. Потому как наверняка будут открываться новые предприятия. Также эффективно работает программа переподготовки. Я жду там роста. Как я могу анализировать. Почему? Сегодня выделили просто баснословную сумму. И уже на слуху, уже идет распределение, куда она будет направлена. С разницей с федерацией. Больше миллиарда рублей выделено. Сейчас в области разрабатывается программа по снижению напряженности на рынке труда. Наличие такого документа даст возможность получить субсидию. Кроме того, в правительстве России уже зарезервировали 30 миллиардов рублей на пособия по безработице. Они, кстати, сегодня составляют от 3,5 до 6 тысяч рублей в месяц. Екатерина Волкова, Константин Воробьев. Наше время. Ну еще из событий дня. Владимир Путин сегодня подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Он увеличивается на 239 рублей и теперь составляет 6204 рубля. Также президент подписал закон о продлении срока заморозки накопительной части пенсии «Россия» на 2016 год. Ну и кроме того, с будущего года вступает в силу закон о заморозке индексации окладов госслужащих выплат военным и судьям. Но чиновникам, похоже, будет непросто. Отныне им запретили дарить и получать подарки. Причем запрет распространяется в том числе и на корпоративные календари или ежедневники с символикой ведомств. Об этом сегодня пишет газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда. Новые меры, считают, в правительстве помогут побороть коррупцию. С новшеством чиновников ознакомят в ближайшем будущем, причем строго под роспись. Минтруде решили начать с себя. Получение служащим любого подарка не в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями является нарушением запрета и влечет дисциплинарную ответственность. Наше министерство не планирует дарить подарки с символикой ведомства. Министерство только вручает канцелярские принадлежности с логотипом министерства в рамках протокольных и других официальных мероприятий. На приобретение новогодних подарков денег не выделялось. Ну и как нам сообщили в правительстве области, такая же система работает и в Оренбурге. Недавно на эту тему для чиновников провели специальный семинар. И смогут ли чиновники прожить без подарков? Сегодня мы спросили мнение горожан. Чиновники все равно найдут выход, как их взять. С их уровнем зарплаты вполне уверен, что смогут прожить без подарков. Я думаю, что вполне смогут. Чего? Ну, жить только ради подарков и работать для этого не стоит. Смогут, наверное, что без подарков не жили, что ли? Вообще-то смогут, но не захотят. Восточная Оренбурге потеряла газету «Орский вестник». Руководство редакции сообщило о закрытии издания. Самое главное, что люди хотят работать и люди были готовы продолжать работать на Благорского вестника, но обстоятельства сложились таким образом, что мы вынуждены констатировать, что газета прекратила свое существование. Сотрудники ушли в вынужденный отпуск с сохранением основной части заработной платы. Вообще, проблемы начались в ноябре после финансовой проверки. Тогда уволилась главный редактор Эвредика Поважная. Мы следим за судьбой издания. Какие времена переживают газеты Оренбуржья? Специальный репортаж смотрите завтра в нашем выпуске. Другим темам. Завышенные счета за коммуналку не оставляют в покое жителей домов по проспекту Дзержинского. Так, по счетчику они обязаны заплатить одну сумму, а по квитанции совершенно другую. Причем в разы завышенную. Почему расчеты жильцов и бухгалтерии управляющей компанией «Урал» не совпадают в коммунальную арифметику, погрузился Иван Бер. С апреля месяца начисляли 3,186 мне. Я их не платила. Не платила и все. И вот они сейчас, вот мне их именовали. Приходил счет на 6 почти 7 тысяч. Целевые деньги, как называют их пенсионерки, приходят им на коммунальные счета ежемесячно. Бабушки уже устали проводить регулярную калькуляцию и сверять свой дебет с кредитом управляющей компании «Урал». Потому что цифры попросту не сходятся. Тратят воду по счетчику на одну сумму, а счета приходят совершенно на другую. Причем это переплата не на 2 рубля, что в принципе тоже ненормально, а в тысячу раз больше. Прислали. Это первый раз 2400. А потом стали 2600, 2700, 2800. Потихоньку-то. То есть суммы растут непонятно за что? Растут, за что не знаем. Не знаем за что. И они не знают. Подобные счета отчаявшиеся собственники квартиры, иначе как Филькиной грамотой, не называют. Чтобы приоткрыть завесу тайны неизвестно откуда взявшихся цифр, мы задали простой вопрос работникам бухгалтерии управляющей компании «Урал». Люди жалуются, там целая очередь таких, что это за переплаты, за что они? Вы слышите? Мы работаем, у нас очень хорошо для работы. Бухгалтеры, видимо, подсчитывают целевые на следующий месяц, поэтому ответить на наш вопрос времени, к сожалению, не нашли. К слову сказать, плательщики коммунальных счетов уже обращались и к начальству ТСЖ, и там их заверили, что переплаты будут перерассчитаны, и все компенсируется в последующих месяцах. Сидел Кузьмин и распинался, что больше он не будет брать, а остальным всем выплатит. А мне 600 рублей прислали. Сказали, платите, потому что мы вам следующий месяц будем компенсировать. Так зачем платить, если раз вы хотите компенсировать? Связаться с руководством ТСЖ «Урал» нам не удалось, так как оно на больничном и в офисе прокомментировать ситуацию, наотрез отказались. Поясняя это тем, что все ответы телевидению уже давно дали. И, в общем, телевизионщики к ним ходят уже как на работу. Впрочем, по версии собственников квартир, такие целевые начисляются им за тех, кто вовремя не платит коммунальные услуги. То есть получается вот такая коммунальная круговая порука. У кого нет долгов, расплачиваются за должников. А когда неплательщики с долгами рассчитываются, то деньги возвращают, либо списывают последующие платы по счетам. Для чего это? Что за игрушка с нами? Это шутка только такая. Она над нами так вот шутит. Иван Бер, Дмитрий Примачек. Наше время. Чтобы разобраться, мы обратились к юристам и нам пояснили. Подобные целевые начисления попросту незаконны. Но если ваша проблема до сих пор не разрешается, вызывайте наших. Телефон редакции 310462. Мы постараемся вам помочь. Закончена разработка концепции дворца водных видов спорта в Оренбурге. Об этом сообщается на сайте компании-застройщика. Общая площадь объектов, в которые войдут три бассейна, спортивно-оздоровительный комплекс, фитнес-клуб и спа-центр составят 14 тысяч квадратных метров. Перед тем, как разработать концепцию, были проведены маркетинговые исследования, которые показали высокую заинтересованность оренбуржцев в занятиях спортом. Более четверти горожан регулярно посещают спортивные секции и фитнес-клубы. При этом в городе катастрофически не хватает водных объектов. Правда, пока проект отложили в долгий ящик. В апреле стало известно, из-за кризиса сроки возведения дворца водных видов спорта сдвинулись на неопределенное время. Открытие аквапарка в ТРЦ «Кит» тоже затянулось. К событиям культурной жизни. Оренбуржцев познакомят с пушкинским Робин Гудом. Уже через пару дней на сцене театра музыкальной комедии зрители увидят Дубровского. Классическое произведение в современный мюзикл превратило уже знакомая нам пара Кима и Валерии Брейдбургов. Только вот на этот раз их тандем усилили поэт, рекордсмен Евровидения Каренко Валериан, а также режиссер и кареограф Николай Андросов. Этой столичной команде удалось вылепить из коллектива музыкомедии почти бродвейскую труппу. Из подполья на сцену пришлось перекочевать даже музыкантам оркестра. В постановке смешались и романцы, и поп, и рок-музыка, и даже R&B. Екатерина Киселева стала первой, кто увидела Оренбургского-Дубровского. Все случится, когда зазвучит оркестр. Его музыканты, наконец, вышли из подполья и заиграли сразу в нескольких смыслах этого слова. Иногда эти ребята даже перетягивали одеяло с самих актеров, зато добавляли мурашек зрителям. Во-первых, это для них тоже, как бы, ну, я не знаю, знаковое событие такое, да, просто они, обычно их не видно, а сейчас их видно, и сшиты новые костюмы, и, в общем, они участники действия, я думаю, что им самим очень интересно. В Дубровском, как это часто бывает у Брэдбурга, смешались и поп, и рок, и неоклассика, и даже R&B. Все эту пестроту соединили русские романсовые интонации. По мнению автора, получилось совсем по-нашему. Если вы посмотрите весь спектакль целиком, то вы поймете, наверное, что это, в общем, это музыка, которая имеет отношение именно к России, к нашим корнямам, к нашей культуре, и так далее, несмотря на вот такие разные стили. Классическое произведение, конечно, осовременили музыкой, но суть и нравы остались нетронутыми. В Дубровске, как и прежде, захватывающая авантюрная история о русском Робин Гузи. У него, кстати, был реальный прототип о дружбе и предательстве, вражде, мести, ну и, конечно, о любви. Страдать безответно, безнадежно, безумно!